Я, конечно, не думал, что в таком чувстве было так. Я всегда хотел добиваться справедливостью, такого я терпеть не намерен. Хотя хочу сказать, что почему-то здесь было больше справедливости. Думаю, что мы не те люди, за которых необходимо вступиться, отстаивать. Только телевидение... А зачем вы подали заявление в УКО? Надо было... Сажать преступников. Надо выполнять работу и уговаривать своих сотрудников честно, естественно. Да, сейчас и вечный об этом. Это так не посвящен. И мы это поддерживаем. Не, мы молодец! В РУВД меня не пустили без заместителя начальника РУВД. То есть я чужой человек для них. Я уже 23 года отработал в этой системе. Скоро будешь ты начать. Да, все нормально. Не обещайте точно, что... Юрий Иванович, это ваше решение, оно наверняка далось вам непросто. И мы сейчас, граждане нашего города, присутствующие здесь, очень боимся за то, конкретно боимся за ваше будущее. Обращайтесь к любому из нас за какой-либо помощью, мы рады будем помочь. Спасибо. Спасибо. Что нужно сказать за вас? Спасибо. Спасибо. Мне действительно много предложений и финансового плана, и моральной поддержки, но я никогда никаких денег упаси Бог не купил. Такая грязь, которую мы наблюдали эти дни, к сожалению, она предполагает какие-то дальнейшие действия физического плана в вашу сторону. И это тоже немаловажно. Вы знаете, как бы, ну, все люди что-то боятся, таких людей нет, которые ничего не боятся. Но я считаю, что необходимо нам достойно терпеть, мы выдержим, мы победим, и все-таки справедливость восторжествует. И те сотрудники милиции, которые влели в уши, что я предатель, уже такие случаи, что я придался камнями своих милиционеров. Никогда на милиционера не подниму руку, тем более не брошу в него камень. А можно спросить, вот откуда у них эти камни? Вот вы видели хоть эти камни? Вот мне интересно, откуда у них вот эта информация про камни? Ну, действительно были события около льва, есть и видео, что действительно там плиткой бросали камнями, бросали... Да, это была самооборона. Сотрудников... Нет, я говорю, что было, что там бросали, да, действительно. Да, это было, это была самооборона. Это был единственный случай. Нет, я же такое спросила. Я спросила просто, почему людям кажется, что камни, это, наверное, такая апостивность того, что они должны оправдывать действия своих же сотрудников. Что камни – это самое худшее, что может быть на этой планете, поэтому они могут оправдывать собственные либо бездействия, либо превышение своих проблем. Нет, понятно, если человек оставит себя, свое здоровье, тут все способы хороши, понимаете, да? Но если человек неправомерно начинает по отношению к сотруднику милиции принимать какие-то там камни, физическую силу, это, конечно же, неправомерно. Если сотрудник предъявляет законные требования, законные. Вы знаете, за все время, которое мы протестуем, за все время, которое мы стоим и отстаиваем собственные интересы, в единственный человек, который разговаривает с нами чуть больше, чем начальник РУВД и наш председатель Горисполкома. За это вам большое спасибо. Ваши учицы, она сказала мне вчера, она гордится, что она у вас училась. Это Ирина Ивановна, она учитель английского. Юлия Ивановна, вас торговоди со мной. Прости меня, пожалуйста, вот 9 числа в Мурбороде я была у нас вчера, он сказал, что 9 числа тоже запускали камни. Милицию запускали камни, то есть люди начали сами это все делать, и пошла ответная реакция. Я на что сказала, что я была там тоже 9 числа, я это все видела. На что он мне сказал, значит, вас там не было. Но я все время и всегда с народом делала. Да, мы все были 9 числа. И вот я услышала от мэра, что он сказал, что собрали очень большую кучу камней. Вы знаете, что хочу сказать, я сейчас не готов комментировать ваш вопрос, по той причине, что на исполкоме есть видео, есть видео, и оно, я думаю, что писалось. Также проходила съемка там, то есть если действительно кто-то бросал камни, то это просто, ну, действительно надо показать людям, ну, если это действительно было на самом деле. Да, да, если это есть... Что бросали там камни, что били милиционеров, да, надо показать, с этим надо разобраться. То есть, ну, то есть, как бы я, ну, я конкретно, лично я, я тоже там находился, но недолго, вот. Вот, я лично, я не видел, чтобы там камни бросали, или в отношении, когда я был, или чтобы в отношении сотрудников милиции неправомерно что-то применялось. По-предательски милиция выхватывала, когда на ОМОН пошли, выхватывали сзади, подбегали наши милиционеры, выхватывали людей, тянули их исполком, десятками, я имею в виду, 10 милиционеров тянуло и одного беднягу. Это уже отфиксировано, и таких случаев было масса. То есть, как бы, пока люди разбирались там с ОМОНом, условно говоря, успокаивали их там, эти как волосы сзади выхватывали людей. Про камни, вопрос о святении. Камни полетели после того, как они напали на мирных детей. Там реально на льве было детям, да, 16 лет. Здесь присутствуют те ребята, которые еще 13 человек написали рапорта? Давайте им тоже скажем спасибо. Спасибо, конечно. Пускай не выйдут. Юрий Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, целесообразность применения специальных средств милиции в эти дни. Насколько целесообразно было применение специальных средств граждан, которые выходили просто на цепочки? Применение милической силы в отношении людей должно быть соразмерение. Должно быть соразмеренное, что совершил человек. То есть даже если человек участвовал в каком-то мероприятии, даже в нестанционированном мероприятии, да, наказывайте его, штрафуйте его. Если по нашим законам Республики Беларусь есть такая ответственность, пожалуйста, привлекайте к ответственности. Люди вышли, если на то пошло. Если они что-то нарушали, но причиненный вред должен быть соразмерен силе преодолеваемого противодействия. Понятно. Но если три человека бьют лежащего, о чем? Ну я говорю минимум, да. После задержания. И бьют три человека одного, к примеру, физически здоровые мужики. О каком здесь противодействии можно говорить? Я вчера говорил в своем интервью. Мои знакомые, друзей не выбирают, я вырос в этом городе. Совершенно политичные люди, они никогда не вникали в политику. Просто они были синие, начиная от шеи, заканчивая нижней наконечностью. Это разве соразмеримый вред здоровью гражданина? И за что так надо бить? Что человек должен совершить вообще, чтобы его так били? Я немножко все показывать не буду, но могу сказать, это уже через неделю. Эта неделя прошла. В принципе, здесь было. Уже более-менее синяки сошли. Но в *** была в синее вся. Вот еще, пожалуйста. Это наши митчи. Это был, я не знаю кто, но это были люди в черном все. Дружище, а ты снимал побои? Я все снял. Я был на всех митингах, пока не забрали. У меня все есть. Отлично. Что по поводу того, что происходило на самой территории. Можно сказать? Уже говорилось в этом видео. Ребята, что повторяться? Да. Издевались от людей, что там делать? Я знаю этого человека более 23 века. Вот как тогда, 20 лет назад, он был достойным, так же и сейчас. Я уверена, что все 23 года он прошел, так вот, достойным. Страна должна знать своих героев в листе. Не знаю. Я горжусь. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Можно я спрашиваю? Какой процент сотрудников на счет, они поддерживают себя? В голове у них, в любом месте, с тобой, с тобой. Те, кто остался, они молятся. Я думаю, что в ОВД, в полу ОВД меня поддержат. Если что, по разным вопросам, они, у кого-то контракт, у кого-то семья, кому-то необходимо кормить семью. Это не оправдание. Это как условно не оправдание. Но, но, я думаю, пол ОВД меня 100% поддержит. И которые действительно, я хочу сказать, что действительно, от некоторых наших граждан, да, действительно, не знаю, там, вы тоже находились на митингах, уважаемые лечане, тоже видели людей, которые, ну, нежелательные там были, наверное, да. Кто-то был в нетрезвом состоянии, кто-то там провоцировал кого-то. Ну, то есть, как бы, некоторые сотрудники милиции обозвлены. И даже вот сейчас замначальника милиции говорит, Юрий Иванович, ты честный офицер, чтобы ты был у нас втрою, возможно, ты выполнял бы такие же приказы. Потому что некоторые люди просто, ну, немножко некорректно в отношении к милиционерам себя делили. Есть ли какие-то условия, на которых ты для того, чтобы вы не брали? То, что мы будем ждать вас, конечно. То есть, милиция народная, она... Да, я не человеку подумал. Вы знаете, я не хочу, как бы, форсировать события. Все, наверное, понимают, да, что я в милицию пришел 23 года назад. Меня много кто знает в этом городе. Ну, не так просто. 23 года — это не три месяца. То есть, это определенный жизненный путь. Я с этой службой сросся, сжился. Мой воздух... Немножко... Расскажите, пожалуйста, все ли сотрудники нашего ВОВД знают о тех фондах, которые собраны для помощи людям, которые угольняют или пишут вопросы? Думаю, да. То есть, если у них есть эта информация, и они еще... Да, я думаю, информация есть. Это очень широко, как бы, всем известно. Я думаю, что у нас сейчас все люди... То есть, везде есть интернет, все об этом знают. И, наверное, будет правильно сказать, что Юрия Ивановича знают не только по этому поступку, что он сейчас совершил рапорт, сказал, что несправедливо, нечестно, и все. Юрия Ивановича знают, даже бандиты говорят, это самый честный офицер. Даже бандиты раньше всегда говорили, наши жители города. И в мае благодаря ему не брали нас в веру в водню. Да, об этом мы знаем. Спасибо вам большое, что вы есть, что вы настоящий... Спасибо за поддержку, уважаемые мальчане. Спасибо огромное. Спасибо вам. Юрий Иванович, вы с вами. Вы с вами, да. Спасибо. Юрий Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...